Приветствую вас. Подобное поведение свидетельствует о том, что парень неравнодушен. То есть он неравнодушен к женщине, я буду говорить, наверное, для простоты. Он неравнодушен к вам, вы ему важны, но при том, что вы ему важны, он эту важность проявляет не ориентированно на вас. То есть на вас он не ориентируется при проявлении своей неравнодушности. Он ориентируется на себя. То есть вы ему подходите, вы его устраиваете во всем. Вы ему нравитесь, вот, но он воспринимает вас исключительно только как, ну в некоторой степени, да, дополнение к себе. Отсюда его неразрешение общаться с другими мужчинами, да. Отсюда его какие-то слова по поводу того, что ничего серьезного не будет до встречи. Вот, то есть это, знаете, такая, ну скажем так, такая попытка обезопасить себя. То есть мужчина хочет близости, мужчина хочет, в принципе, близких отношений, но по-видимому боится их, по-видимому боится проявить себя, боится проявить потребность в этом. Потому что считает, что у него в данном случае есть такие вот чувства, да, это сладость. Вот. Также человек склонен к контролю. Ну, то есть он может контролировать, да, другого человека, контролировать, ну, например, вас, вот. И делать он это может совершенно четкой целью, совершенно четкой целью, что с одной стороны он не чувствует себя в безопасности, с другой стороны он, значит, ревнует. Вот. А ревность это отдельная тема для разговора. Ревность это очень серьезное, мощное, разрушительное чувство, которое провоцирует человека на контроль, на различного рода негативные чувства. Ревность это очень серьезные и разрушительные действия по отношению к своим, ну, своим близким людям. Вот. Ревность это чувство, которое продиктовано тем, что человек боится одиночества, боится остаться один, боится того, что он будет один. Ревность это чувство продиктовано тем, что человек не чувствует себя значимым, не чувствует себя, ну, цельным, не чувствует себя полным. Вот. Ревность это про это. Ревность это про это. Ревность это про это. Про, вот, собственно, эти аспекты. И, в общем, не сложно, я полагаю, догадаться, да, не сложно догадаться, что в данном случае за ревность ответственность несет полностью только сам человек, да. То есть, если, ну, например, мужчина ревнует, если он, ну, что-то запрещает, то это целиком и полностью проблема его, проблема, ну, проблема мужчины. Вот. Ну, и, конечно же, проблемы и в том числе ваших ценностей, ваших желаний, то есть, тех обоснований, да, которые у вас есть для того, чтобы поддерживать такой тип отношений. Вот. То есть, если отвечать на ваш вопрос, значит, прямо, да, если отвечать на ваш вопрос прямо, то да, мужчине вы, конечно, не безразличны, но не безразличны вы ему только как, ну, как аспект реализации своих отношений. Вот. То есть, это ориентация не на вас, да, как при здоровых отношениях, как при здоровых отношениях. Вот. А, скорее, это ориентация на себя, как при отношениях больше, например, садистических, созависимых и невразличных. Вот. То есть, по всей вероятности, у мужчины был какой-то негативный и серьёзный опыт, вот, ну, в жизни, вот, значит, который привёл его, значит, к тому, что он вот так себя, ведёт теперь. И вряд ли человек изменится, да. То есть, нужно это понимать, что люди меняются редко, вот, и если он сейчас, грубо говоря, вот такой, так, что, значит, с большей долей вероятности можно сказать, что он, ну, таким же и останется, да, то есть он не изменится, вот, а всё будет только усиливаться. Ну, в плане, в плане, в плане отношения, например, к вам, в плане взаимодействия с вами, да, и так далее. Ну, и, соответственно, вам нужно задать себе вопрос, вы готовы, значит, платить такую цену за то, чтобы быть с мужчиной? Вот. Вот. То есть, готовы ли вы платить такую цену? Или, может быть, всё-таки нет, да? Вот. Ну, решать по большому счёту вам, да, то есть, вы решаете это. Я думаю, что только вы и никто, кроме вас больше это не решает, да и не должен решать. Вот. Но, тем не менее, ответить себе на этот вопрос вам всё же нужно. Вот. Чтобы понимать, вы идёте туда, куда хотите или нет, вы стремитесь к тем отношениям, которых, ну, хотите или нет всё-таки. Вот. Потому что, если нет, то, соответственно, человеку нужно либо показывать неприёмлемость такого, значит, ну, такого поведения по отношению к вам. Либо, соответственно, отстраняться от него, отдаляться от него. Вот. Ну, тут уже вы сами как решите, так и будете. Вот. Если честно, меня привлекла ваша фраза, что нравлюсь ли я мужчине, да? Ну, я так, для простоты говорю, может быть, это не вы, но для простоты. Вот. То есть, такое ощущение, что вам самое главное, самое главное, это чтобы вы нравились мужчине. Предлагаться как будто бы это самое главное. То есть, главное не вы сами, да, не ваше состояние, не ваши цели, не ваши ценности, не ваши задачи. А именно, как бы, наличие симпатии к вам, у мужчины. Вот. Если это так, то, значит, конечно, присутствуют определённые проблемы. Вот. У вас. То есть, это потребность любви. Значит, соответственно, ну, там могут быть ещё какие-то проблемы, да? Мы не будем сейчас всех, все перечислять. Вот. Это важно понимать. Опять же, да, это важно понимать. Для чего? Чтобы иметь представление о том, что происходит. Вот. И отделять для начала, вот, что нужно сделать, да? Отделять одно от другого. Вот. Отделять, например, свои чувства и свои потребности. От чувств и потребностей, например, других людей. Вот. И смотреть на то, как человек относится к вам, да? Вот. Не позволяя ему относиться к вам так, как, ну, вы не заслуживаете, как вы считаете неприемлемым. Вот. Ну, критерии приемлемости и неприемлемости тоже нуждаются пароль в корректировке, потому что, например, неприемлемо, да? Что-то, ну, что-то, допустим. Вот. Значит, что-то неприемлемо, но человек может на это пойти, потому что, соответственно, есть, ну, желание, да? То есть, есть потребности какие-то, вот. То есть, это вот, то, что нужно тоже исследовать, вот, ну, на достаточно серьезном уровне, вот, чтобы вы не делали ошибок. Потому что ориентация, ориентация должна быть не на то, нравлюсь ли я кому-то, да? А ориентация должна быть такая, симпатичен ли мне человек, чем симпатичен мне человек. Что я готова, например, для него сделать, да? Готов ли я для него сделать? Что я готова для него сделать? И чем я готов за это платить, да? То есть, не наносит ли мне вред это? Вон, ну, вот. То, что я, эээ... Что-то я хочу для него сделать, например. Вот, вот это вот, пожалуй, самое главное. Здесь, вот. И если я нуждаюсь в том, чтобы нравиться, да, например. Если я нуждаюсь в том, чтобы нравиться, ну, мужчине, то нужно здесь задать вопрос, почему, откуда эта компания, откуда эта потребность, вот, откуда это желание, что стоит за этим желанием и стоит ли за ним что-то, ну как правило стоит. Вот, вот так вот. А на этом всё, я думаю, погнать этого достаточно, вот, соответственно, если вы хотите вдруг узнать о чувствах, да, ну, о чувствах, мужчины, вот, ну, в буквальном смысле о чувствах мужчины, если вы хотите узнать, то это действительно вам имеет смысл обратиться в раздел эзотерики, вот, там вам помогут. А у меня всё, надеюсь, что помог вам, если вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.